Поэтому нужно будет провести обсуждение. И здесь еще нужно разделить на два момента. Первый момент сугубо коммерческий, когда мы сдаем ту или иную технику и хотим получить. Второй вопрос – это некая ответственность самих граждан. Потому что я думаю, что мы должны принимать все-таки граждане нашей страны не настолько безалаберные, они действительно заботятся. Другое дело, когда не существует система, они вынуждены их просто выбрасывать. Если создается некая базовая инфраструктура, люди начинают это же делать. Хорошим примером является система утилизации алюминисцентных ламп и батареек, установленная в Астане. Сейчас за это никто не платит, но уже большое количество граждан привозят и складывают эти токсичные отходы в отдельный бокс, а не кидают их в обычное помойное ведро. Мы будем балансировать между внедрением неких коммерческих схем, что безусловно важно для продвижения роба, Но и вторая неваловажная часть, о которой отмечали мои коллеги, это привитие культуры и опробирование, насколько наше население готово к применению подобного рода подходов. Когда они уже заботятся не только за какие-то коммерческие вознаграждения, но просто о том, чтобы не навредить природе. Нужно, наверное, учитывать этот компонент тоже. — Простите, и подготовка к вторичной переработке будет производиться на территории Казахстана, либо все собранные электронные отходы будут вывозиться в страну производить? — Вопрос, кому вы адресовываете? — Кто в компетенции ответит на этот вопрос? Что будет с этими же самыми электронными отходами? — Ну вот вы собрали их и... — Станислав, сможет? Давайте. — По позволению. Сейчас у нас вот есть два пути. Первый момент — это... Сейчас базовый момент — это сбор. То есть у нас пока еще не собираются данные отходы, нужно наладить их сбор, чтобы они просто не попадали с обычным мусором на свалке. Второй момент — это завершение всего цикла — переработка. Переработка может состоять просто от механической отправки куда-либо, либо предварительный разбор здесь, когда часть нетоксичных вещей утилизируется на обычных свалках, часть сугубо токсично отправляется на переработку. И вот на самой последней части опять две фазы. Сейчас мы будем рассматривать первую — это, возможно, отправка куда-либо. Тот же самый, возможно, наши соседние страны, которые занимаются утилизацией. Но это нужно прорабатывать. После того, как будет введен в эксплуатацию завод, о котором сказал Нурлан Джамбулович, замкнуть, и насколько технологический цикл будет позволять производить переработку на территории Казахстана. То есть сейчас первичный этап, мы его рассматриваем — сбор и некая направка. Но дальнейшее завершение всего цикла переработки будет зависеть от того, с каким успехом, в какие сроки будет реализована вся система утилизации в целом отходов, которая будет реализована в рамках концепции перехода к зеленой экономике. Я добавлю, грубо говоря, есть сбор — первый этап, есть утилизация — второй этап. У нас ни того, ни другого нет. Поэтому то, что сегодня мы обсуждаем, хотя бы первый этап — наладить сбор. Как наладится сбор, уже появятся инвесторы или кто-то скажет, давайте я займусь утилизацией и так далее. Потому что будет критическая масса этих отходов, и люди увидят, что на это появляется теперь спрос на утилизацию. То есть нельзя телегу впереди лошади ставить, поэтому надо первый сбор наладить, и утилизация автоматом пройдет. И кроме того, мы все равно будем вот этот большой завод строить, соц, это для промышленных вот этих больших отходов. Но мелкие предприятия, которые будут разбирать электронику на части, там электроны в одну сторону, стекло в другую, там панели в третью, такие мелкие предприятия тоже появятся. Но только после того, как мы наладим систему сбора, оно должно быть, это первый этап. То есть, поэтому вот, чтобы для понимания. Спасибо. Ну вот как раз хотелось уточнить, есть ли дальнейшие видения развития проекта. Спасибо. Спасибо вам большое. Пожалуйста, следующий вопрос. Я напоминаю то, что Тимул у нас новый проект, подписание нового проекта. Пожалуйста. Пожалуйста, второй вопрос, он никак не касается нашей тематики. Заявленная тематика нашего брифинга, я еще раз повторяю то, что это подписание нового проекта. Я прошу, не отклоняться от темы. Пожалуйста, по первому вопросу. Сол, осы жобасы жайында бюджетті нешкандай ақша салынбайтын болады. Біздің жұмысымыз, өкіметтің ол, заңды жасау, және барлық осы система қалай жұмыс тейтін дәлелдеву. Біздің жұмыс Қалайтың бюджеттің бюджеттің бюджеттін дәлелді. Пожалуйста, следующий вопрос. Например, здесь в Астане можно спокойно продать любой бэушный телефон в Есиле, в торговом доме Есиле или в Артеме. Его разбирают, из двух делают один и так далее. То есть не попадут ли эти телефоны, утилизированные обратно в оборот в виде запчастей на нашем же рынке? Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. И вы говорите только для телефона. В принципе, это же первая ласточка. Мы сейчас будем после принятия вот этой системы РОП в изменение законодательства, мы будем это распространять на все виды электроники. Мы также с автомобилистами уже договорились о том, что мы систему РОП внедрим в систему утилизации автомобилей. Так что это уже практика пойдет по всем отраслям, где применяется, где есть опасные отходы, такие как телефоны, автомобили и так далее. Мебель тоже об этом надо думать. Поэтому мы над этим будем работать. Станислав, желаете что-нибудь добавить? По цифрам можно назвать конкретно, сколько не ввозится ежемесячно? Потому что это может возилось еще с 90-х годов. А сколько в стране есть? По оценке я понимаю, примерно 20 миллионов, 50 миллионов телефонов. Первой задачей проекта является оценка текущей ситуации. То есть мы уже наняли экспертов, которые продолжены провести анализ. В настоящий момент у нас в целом по всей проблеме отходов одна из главных сложностей – это учет. То есть если вы коснетесь любой из направлений, очень сложно. Поэтому сейчас производится экспертная оценка, которая будет давать примерный объем, в частности по телефонам, по другим типам отходов. Сколько это в количественных килограммах, в тоннах примерно есть. Поскольку для нормальной системы планирования государству нужно понимать, о каких объемах идет речь. Сейчас мы исходим из того, что за 10 лет объем электроники и оборот электроники в Казахстане, как и во всем мире, увеличились несколько раз. То есть мы видим прирост наиболее динамичный именно в этом секторе. Поэтому конкретно сказать, сколько телефонов, а сколько требует утилизации – согласитесь, это довольно специфический вопрос. Для кого-то старый телефон, которому год, а кто-то может им 10 лет использовать. Вот этот анализ сейчас будет проводиться. Ну хорошо. А сколько вы хотите вообще собрать? У вас есть план, допустим? У нас нет плана в количестве, сколько телефонов должно лежать на семьящике. Мы должны показать в первую очередь о том, что эта схема работает и люди туда их хотя бы приносят. Второе – мы должны понять схему от сбора до конечного потребителя, кому мы будем отдавать. Этим и отличаются пилотные фазы от масштабных проектов. Когда люди не выставляют себе индикатора в качестве тысячи, двух, десяти тысяч телефонов, а отрабатывают подходы. Схема, каким образом нужно будет убедить людей. То есть вот это будет основным показателем. Количество телефонов, я вам приведу просто пример. В Германии возле министерства был установлен такой ящик. И в течение одного сезона 700 работников этого министерства положили туда 310 телефонов на утилизацию. Понятно, что мы, с одной стороны, не Германия, но замена телефонов у нас, возможно, происходит даже чаще, поскольку мы очень подвержены трендам, моде, любим новые модели отслеживать. Система ЕСИЛЬ, кстати говоря, присутствующая в всех городах, да, то есть когда вы относите и сдаете перекупщикам, ее нужно тоже проанализировать, и это вопрос понять, каким образом работает серая схема, которая уже в стране существует. Потому что одной из задач мы ставим для себя понять, как она функционирует, и максимально вывести ее из серого бизнеса в белый легальный. Где-то можно контролировать этот ответ на один из ваших вопросов. Большое спасибо. Наш брифинг подошел к концу. Позвольте поблагодарить всех наших гостей за участие в брифинге. Всем пришедшим также спасибо. Всего доброго.